На протяжении нескольких десятков лет Пугачева оставалась одной из самых главных персон на отечественной эстраде. Можно сказать, что она была наиболее влиятельной среди всех звезд. Недаром ходили слухи, будто Аля Борисовна под силу всего одним звонком разрушить чью-то карьеру. Сама Примадонна всегда посмеивалась на тему пугачевской мафии, однако никто не сомневался в ее силах. Как минимум очень престижно было попасть на рождественские встречи Аллы Борисовны, была такая концертная программа, которую певица проводила в период с 1988 по 2012 год. В проекте участвовали многие известные исполнители. Попадали туда и люди, которые, по мнению Пугачевой, были достойны шанса проявить себя. При этом другие прославленные российские артисты так и не удостоились чести хотя бы раз выступить на рождественской встрече. Ярким примером может служить Пенкин. Что интересно, Сергей Михайлович не жалеет о том, что Алла Борисовна не дала ему шанса проявить себя. В интервью YouTube проекту RTVLegenda, артист указал на неприглядную правду о знаменитых рождественских встречах. Но с другой стороны, наверное нельзя попадать в ее, скажем, концерты, потому что все артисты, которые многие выступали у нее, где они? Поэтому я считаю, что лучше быть самим собой, плюнул в Примадонну Пенкин. Более того, Сергей Михайлович в принципе не жалует подобные рождественским встречам большие концерты, считая их балом лицемерия. Надо сказать, что в новом интервью Пенкин был не только откровенен, но и довольно резок. Вот что артист сказал про отечественную звездную тусовку, в которой он не питает теплых чувств. Допустим, ты приходишь куда-то, ой, Сережа, как ты хорошо выглядишь, а потом, тьфу, век бы тебя не видеть, понимаете, вот так в шоу-бизнесе. И я как бы этого не хочу. Я хочу, чтобы я приходил туда, где меня ждут, а не где там быть каким-то ляляля, жу-жу-жу. Я этого не люблю, заключил Сергей Пенкин.